Криминальный маршрут. Бобруйским таксистам-бизнесменам предъявлены обвинения. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 1 миллиона рублей. Сколько задолжали перевозчики? В банах свыше тысячи белорусов стали жертвами афилистов в Инстаграм. За 11 месяцев текущего года на территории города Бобруйска зарегистрировано 140 преступлений в сфере мошенничества. О чем говорит формулировка за ценой в Директ? Вода, животворящая, бобручанин незаконно перевозил алкоголь. Спиртосодержащая жидкость на сумму более 20 тысяч белорусских рублей изъято. Что было в канистрах? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. В субботу вечером в Бобруйске дети отравились угарным газом. ЧП произошло в частном доме по улице Глинки. Пострадали 7-летняя девочка и 12-летний мальчик, которые преждевременно закрыли задвижки дымохода. Дети госпитализированы. МЧС напоминает, чтобы избежать отравления, стоит топить печь или камин с учетом правил пожарной безопасности. Нечестный бизнес. Бобруйским таксистам предъявлены обвинения. Фигурантами уголовного дела оказались двое мужчин 42 лет. Обвиняемые создали в свою фирму в 2018-м, когда был объявлен конкурс на осуществление перевозок из нашего города в столицу. И чтобы избежать уплаты налогов и сокрыть реальную выручку, местные жители раздробили ее и уплачивали взносы по упрощенной системе налогообложения. Перевозки осуществлялись ими частично без использования кассового оборудования. Действия предпринимателей квалифицированы как уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 1 миллиона рублей. Ущерб составил более 750 тысяч рублей. Мужчины возместили всю сумму. К слову, один из таксистов ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Оббирают до нитки. В городе выросло количество преступлений в сфере мошенничества плюс 40% по сравнению с прошлым годом. Аферисты продолжают орудовать по старой проверенной схеме «Алло, мама», но при этом не стоят на месте и придумывают новые варианты обмана. Особенно хорошо удается пускать пыль в глаза через соцсети. Только в Инстаграм пострадало более тысячи людей. Чтобы обвести вокруг пальца, достаточно создать фейковую страницу любого магазина. Для правдоподобности накрутить подписчиков, добавить комментарии и площадка для работы готова. Но самое главное – снизить стоимость товара, что не может не подкупить. После перечисления денег продавец исчезает с радаров вместе с покупкой. За 11 месяцев текущего года на территории города Бобруйска зарегистрировано 140 преступлений в сфере мошенничества. С начала декабря на территории города уже таких 8. На общую сумму свыше 1300 белорусских рублей. По последней статистике, основными жертвами обмана становятся вовсе не пенсионеры, как считалось ранее, а работающие люди от 35 лет. Бобруйской задержали контрабандиста, который перевозил крупную партию спирта – 800 литров. Реализовать жидкость 40-летний местный житель намеревался на территории Могилевской области, однако был остановлен сотрудниками милиции. Мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Спиртосодержащая жидкость на сумму более 20 тысяч белорусских рублей изъято. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка действия мужчины. Специалисты напоминают, употребление спирта, содержащей жидкость неизвестного происхождения, может быть смертельно опасно. Подали руку помощи на выходных сотрудники ГАИ, не бросили людей на трассе в снегопад. В Кировском районе инспекторы увидели на обочине фольксваген-крафтер, который сломался. Микроавтобус вез гандбольную команду Витебского клуба на матч в Бобруйск. Ситуацию усложняла непогода, сильный снег и низкая температура. Милиционеры помогли водителю добраться до СТО. Ребята, которые очень замерзли, смогли согреться в патрульном авто. В течение часа поломка была устранена и команда отправилась к месту назначения. ГАИ ищет очевидцев ДТП на Минской. 24 ноября около 12 дня водитель Пежо не справился с управлением и столкнулся с попутно двигавшимся Мерседесом, после чего выехал навстречу и врезался в Опель. Правоохранители просят всех, кто овладеет какой-либо информацией, в том числе с записями с видеорегистраторов, сообщить об этом по телефону, который вы прямо сейчас видите на ваших экранах. В Бобруйске водитель Рено помял на парковке чужую машину и благополучно уехал с места ДТП. 29-летний местный житель, пытаясь выехать со двора, совершил столкновение с позади стоящей Ауди. Затем мужчина осмотрел повреждения и уехал. В отношении нарушителя составлено два протокола, теперь ему грозит штраф и возможность лишиться водительского удостоверения сроком до двух лет. Точно такой же случай произошел на днях и в Могилеве. Девушка зацепила соседнюю машину и скрылась с места аварии. 18-летняя жительница областного центра за рулем Ниссана при попытке перепарковаться дважды задела стоящий рядом Опель. Игнорируя требования ПДД, девушка скрылась с места аварии. В отношении водителя, как и в первом случае, составлено два протокола из санкций штраф с лишением водительского удостоверения до двух лет. К слову, права она получила четыре месяца назад. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в ютубе и соцсетях. Я Кристина Ренц. Увидимся через неделю.